Я вам скажу, что есть разные уровни вдохновения и более высокие уровни мало доступны современному обществу, потому что такие отношения не приняты. Но есть менее высокие уровни вдохновения, которые можно применять прямо сейчас. Это личная забота о людях. Личная забота бывает разная. Например, ты проходишь мимо какого-то человека, подчиненного, это аскеза всегда это делает. Но это надо делать и говорить «Здравствуй, Василий» или «Василий Петрович», в зависимости от возраста. Второе. Ты помогаешь ему в лечении, когда он заболел. Или у него трудность в отношениях с женой, потратил на его время, помог ему советом, как вести себя с женой, чтобы все нормально было. Изучать их личную ситуацию в жизни, постоянно быть в курсе, подбатривать, поздравлять с днем рождения. То есть в чем заключается вдохновение? Потому что эти люди работают, как ни крути, на Вас. Понимаете? И если Вы ведете с ними себя по-человечески, им нравится работать на Вас. Понимаете? Потому что Вы ведете с ними себя по-человечески. Это касается также и Белоруссии. Ну то есть это вдохновляющий фактор, важный. Можно делать все правильно, построить все заводы, запустить экономику, вытащить страну из одного места. Понимаете? Ну то есть много-много-много всего сделать для страны. Но при этом люди будут недовольны. Почему? Потому что есть вот тот правильный фактор, который Вы сейчас назвали. Как лично вдохновлять людей? Лично вдохновлять людей может быть только одним способом. Это простой способ. Означает, строить с ними личностные отношения. Так делал Суворов. Он знал своих солдат по имени. Он подходил к ним и интересовал. Так делал Ленин, которого мы как бы сейчас считаем, что он что-то не так делал. Он лично всегда общался с людьми. Очень личностно. Он их лично любил. Ну то есть обращался к ним. И они поэтому верили в него. Шли за него в бой. Понимаете? Это простая. Это очень сложно. Но это самая простая вещь вдохновляющая. А есть вещи, которые надо формировать годами. Это цель деятельности предприятия. Вот, например, вы говорите всем, вот, мои дорогие друзья, вы зарабатываете, но я стараюсь эти деньги потратить на то, что мы помогаем строить храм. Понимаете? И самые лучшие люди, самые матерированные, то есть означают очень разумные, они выделятся, вы их увидите, что те, которые материруются вами, потому что вы не просто живете так, а своей деятельностью помогаете строить храм. И вот эти люди, они никогда вас не придадут. Ну то есть если вы будете продвигать помощники именно таких людей, которые мотивируются в вашей высшей цели, они как бы ради этого вместе с вами, вы ради этого работаете, и они вместе с вами ради этого работают. Это означает самые разумные люди. Как определить, что человек разумный? У него мотивация высокая срабатывает. Сейчас приведу к примеру. У меня один начальник, он послушал мою лекцию вот так, попумекал, и разработал метод определить, кого развивать, а кого нет, испочинять. У него большая компания, что делать? Потому что потом дальше поздно уже, понимаете? Развивание того. Он раз тебя киданул и забрал пол бизнеса. Очень опасно. И он начал ставить это. Я ни на что не намекаю, просто расскажу как тут. Он начал ставить мои лекции людям. Послушать 10 минут перед работой. Люди слушали. Но он не всем людям, понимаете? А только лидерам. И какие-то важные вопросы из лекции. Для работы связаны. И как бы одни люди смотрят на него и говорят, ну типа взглядом своим. Ну что ты, блин, это? Ну давай как-то, ну слушай, ну что ты вообще? Понятно. Другие как бы включались. Вот он им ставит вопрос, они раз, включаются. А что это, мы тоже хотим послушать. Понимаете, если включится человек, значит у него там есть еще запас. То есть он может стать нормальным лидером. Нормальный лидер это тот, который мотивируется очень высокими вещами. Понимаете? Это значит, что он может быть верным. Это значит, что он может тебя не подвести. Это значит, что он может расти дальше и дальше и дальше. То есть у него не ограничен разум, не срезан. Понимаете? То есть он раз, ну потенциально разный человек. И вот это вскрывается в этом моменте. Понимаете? То есть лекции по слушанию начали обсуждать, и потом вот этих людей, которые включаются в обсуждение, хотят менять свою жизнь, работают над собой, он начинает их развивать профессионально, вкладывать в них деньги и не ошибаться, понимаете, потому что так оно и работает. Это я говорю о мотивации уже на будущее, то есть как мотивировать людей в развитии, как сделать так, чтобы тебе приблизились те, которые тебя не кинут, а отдалились те, которые кинут. Понимаете, все зависит от потенциала человека, некоторые люди не способны просто развиваться дальше, а развитие всегда означает только нравственное и духовное развитие. Приходит время, и это срабатывает силой, нравственная сила у человека есть, значит он будет как бы стонал, но держал, ну то есть он не бросит тебя, когда ты будешь падать там со скалы, понимаете. Это значит, что он сильный, нравственный, у него этот потенциал есть и он сработал, а ты его еще если развивал, тогда ты сделал правильную вещь. Это более сложная мотивация, которая тебя может поставить перед коллективом как в смешном свете, понимаете. То есть типа у него крыша потекла совсем. Ну то есть поэтому эту мотивацию включать очень медленно, аккуратно надо и смотреть с кем можно, с кем нельзя и пытаться разобраться в людях глубже и потом развивать кого надо. Это уже другое. А если просто вот простых людей вдохновить работать, это только вот так. Это помимо трудовых отношений, забота, но не приближение к человеку, если ты заботишься о нем, это не значит, что он может с тобой там как бы анекдотики порассказывать, понимаете. То есть ты на расстоянии, но ты включен в отношения, то есть как отец допустим, с отецом не подшутишь, но он всегда с тобой заботится. То есть здесь опасно на панибранские отношения не упасть, иначе они начнут вас эксплуатировать. Приходите и жаловаться, пытаться вас прогнуть, зарплату себе лучше, побольше взять, на близких отношения, знаете. Вот, то есть забота на дистанцию.